Девушки отдыхают Что является определяющим при подборе опекуна? Его здоровье, материальное и семейное положение или симпатия к нему ребенка? Можно ли такую привязанность поставить выше всех остальных факторов? Роман, а ты хотел бы, чтобы я осталась у разбитого корыта, да? Нет, Роман. Я потеряла мужа, я должна потерять все, по-твоему? Для многих 20 тысяч рублей вполне приличная зарплата, на которую живут всей семьей. Но для некоторых пенсионерок всего лишь скромная прибавка к пенсии, которая позволит свести концы с концами. Там зашат тоже учат детей, и неплохо. Там учат, и дети брала по всяким тусовкам, по всяким гламурным вечеринкам, по голубым, смею заметить. Понимаете, чему может ребенок получить? Голубые такие же люди, как и все прочее. Может, я и я скажу. Пока мать работала за границей в командировке, отец вывез дочь в деревню и определил на учебу в сельскую школу, как вернуть ребенка домой и дать ей полноценное образование и воспитание. Оставайтесь с нами. Истец Евгения Галкина живет в Саратове, работает на почте, ухаживает за мужем-инвалидом, хочет стать опекуном шестилетней девочки. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, считает, что истец не подходит на роль опекуна. Три года назад мы с мужем оформили опекунство и взяли к себе в семью девочку, Дашу Князеву. Мы ее взяли в детдоме, пока мама ее пребывала в местах не столь отдаленных. То есть она просто сидела в тюрьме. И три года девочка росла с нами. За это время мы не смогли оформить удочерение, поскольку мать не была лишена родительских прав. И вот она вернулась когда обратно. Она захотела себе ребенка забрать от нас. Мы бросились с мужем оформлять какие-то еще документы, но нам было отказано удочерение Даши. Пришла мама, красивая, молодая, с кучей игрушек. И так она, Даша и Сюсюк, понимаете, как детей можно заманить, когда не очень материальное положение, то она ей там немедленно целый ворох всего принесла. И девочка ушла с ней. А через полгода у нас в городе прокатился такой слух ужасный, что шестилетняя девочка убежала из дома, потому что мать склоняла ее к сожительству со своими приятелями. Этой девочкой оказалась Даша. Моя мама, которая считала себя просто бабушкой родной, девочка с нами прожила три года. У нее был инфаркт, и она умерла. Вот. И маму Даши призвали к ответу. Теперь ее лишили родительских прав. Посадили снова за решетку. И я обратилась в органы опеки для того, чтобы вернуть ребенка в семью, в которой она росла так уже половину своей жизни фактически, Дашу. И мне было отказано. Отказано на том основании, что у нас плохое материальное положение, что у нас маленькая квартира. И о том, что у меня муж инвалид. И у него действительно за это время из-за сахарного диабета ему ампутировали ноги, и он второй группой инвалид. Вот. Но вообще какое-то имеет значение, когда девочка нас считала Даша, она считала нас своей семьей. Она знала, в общем-то, помнила только нас. А сейчас девочка где, простите? Девочка сейчас находится в специализированном интернате, в котором, поскольку органы опеки считают, что нужно обязательно за ней, ну, психологичную, ну, как психолог за ней присматривать. Потому что травма, нанесенная ребенку, она требует вмешательства специалистов. А вы девочку посещаете? Скажите, пожалуйста, она, вот если вы посещаете, как она вас воспринимает? Она нас считает вообще родными людьми, и это даже, ну, тот факт, что ее нашли возле нашего дома, она шла к нам. Просто она, ну, ребенок, она не смогла сориентироваться в городе, и не дошла. Милиция подобрала ее на остановке. А сколько сейчас девочке лет? Девочке через два месяца и будет семь лет. И в школу вот уже осенью с ней бы позаниматься там полгода. То есть вы хотите сказать, что мама склоняла ее к сожительству с мужчинами в шестилетнем возрасте? Да. К сожалению, это так. И это ужасно. Так, мне, пожалуйста, решение о назначении вас опекунами, характеристику, выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого счета. То есть справочку о том, что ваш супруг инвалид через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, органы опеки. Ваша честь, почему мы не смогли сразу оформить опекуном, разрешить им стать родителями приемными этой девочке, Даши? Дело в том, что мать не была лишена родительских прав. И она была осуждена по статье, не очень серьезной, это было не убийство, она получила три года. По какой статье? По статье кража всего лишь, она была осуждена. То есть ни убийства, ни какие-то там бандитские действия. Поэтому не было оснований сразу ее лишать родительских прав. И мы надеялись все-таки сохранить для ребенка мать, потому что всегда и органы опеки, и суд стараются до последнего сохранить мать для ребенка. То есть мы исходили тогда из ее интересов. Но дело в том, что когда вот произошла вся эта трагедия, вот женщина нас обвиняет, что мы там чуть ли не виновны в смерти ее мамы. Но мы не виноваты, что мама больной человек, и что вот она получила инфаркт и умерла. Нас обвиняют, что мы не защищаем интересы ребенка. Мы как раз наоборот исходим из интересов ребенка. То есть вот сейчас, когда мать... До сейчас, пожалуйста. До сейчас. Скажите, пожалуйста, как вы защищали интересы ребенка, если мама вернулась из мест лишения свободы, и после этого ребенка обнаружили около дома истцов, и стало понятно, мама сейчас осуждена. В этот момент как вы защищали интересы ребенка? Вы знаете, не было информации о том, что ребенок подвергается насилию, потому что не была произведена экспертиза. Мы не можем утверждать, что ребенок подвергается в доме насилия, пока это не доказано. И вот мы дождались. Сам ребенок молчал. Она ничего не говорила о том, что происходит. Мать ее утверждала, что с ребенком все в порядке. Мать не признавалась, что она принуждает ребенка совершать какие-то сексуальные действия с клиентами. И поэтому... А что, у мамы были клиенты? Мы тогда этого не знали. Это потом все выяснилось, к сожалению, уже постфактум. Мать утверждала, что она ведет совершенно так. Это же понятно. Никто из тюрьмы с нормальной психикой не выходит. Истец, истец. Это не так, не надо утверждать такие вещи. Конечно, это голословно, потому что есть примеры, что человек там оступился, но он при этом остается прекрасным родителем. И, конечно, мы надеялись, что все-таки в матери преобладается. То есть я бы так перефразировала все, что вы говорите, что мама вернулась, мы посчитали, что все хорошо, и вообще перестали интересоваться, что происходит в этой семье. Дело в том, что никаких сигналов не поступало о том, что у мамы клиенты. Нам ни соседи об этом ничего не говорили. Сама девочка не жаловалась. То есть информации, к сожалению, не было. Вы считаете, что девочка в шестилетнем возрасте должна, я не знаю, умеет ли она читать, например, как-то или буквы знает, должна была открыть карту, посмотреть, где находятся там органы опеки в шесть лет, прийти и сказать, знаете, я хочу вам пожаловаться, так что ли? Нет, мы заходили, естественно, в эту квартиру, но нас ничто не насторожило, производило впечатление абсолютно нормальной семьи. Хорошо, сейчас служебное расследование в отношении инспектора в этом районе проведено? Ну да, конечно. Нет, вы как-то с заминками ответили. Да или нет? Да, да. И что? Ну, мать же осуждена. Я не про маму, я про вашего сотрудника спрашиваю. Ну, видимо, это халатность, это, так сказать, действительно недостаточное внимание к семье, недостаточное внимание к ситуации. Хорошо, то есть вы считаете, что сейчас и сыне заслуживают быть опекунами? Вы понимаете, тут какая ситуация? Есть эмоциональная сторона вопроса. Конечно, девочка к ним привязана, у нее такой возраст, кто к ней хорошо относился, к тому она и привяжется. Но ребенок же еще пока не понимает, что есть жилищная проблема, есть материальная проблема, есть больной человек в семье. Во-первых, так сказать, жилищная ситуация не очень благоприятная. То есть раньше она была благоприятной. Раньше, когда мама... Подождите, естественно. То есть раньше она была благоприятной, вдруг она стала неблагоприятной. Но дело в том, что в одной семье сейчас находится соперированный человек, у него диабет, там могут начаться какие-то еще инфекционные дополнительные заболевания, ему уход, может понадобиться сиделка, а во второй комнате находится женщина. И что, ребенок на кухне должен ночевать, получается? Какая женщина, скажите мне? Это я. Это вы. А, понятно, да. Кроме того, материально очень неблагополучное положение. Помогите, ну помогите. Может быть, наше государство сможет помочь людям, которые хотят заниматься воспитанием ребенка. Первые занимались и дальше хотят заниматься. У отца только пенсия, у матери маленькая зарплата. Неинтересно, мне вас слушают, давайте заключение. Давайте мне заключение. Неинтересно мне вас слушать, удивительно просто. Ой, как будто вы не детьми занимаетесь, а дровами. Так, суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Роман, а ты хотел бы, чтобы я осталась у разбитого корыта, да? Нет. Я потеряла мужа, я должна потерять все, по-твоему. Для многих 20 тысяч рублей вполне приличная зарплата, на которую живут всей семьей. Но для некоторых пенсионерок всего лишь скромная прибавка к пенсии, которая позволит свести концы с концами. Там же сейчас тоже учат детей, и неплохо. Там не учат, и здесь жала по всяким тусовкам, по всяким гламурным вечеринкам, по голубым, смею заметить. Понимаете, что может, чему может ребенок учиться? Голубые такие же люди, как и все прочее. Не надо. Гламурная мамаша-модельер таскает дочку по бесконечным тусовкам, вместо того, чтобы заниматься ее воспитанием. Сможет ли отец отстоять свое право на полноценное воспитание дочери? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика, представитель органов опеки и попечительства по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение об отмене решения органов опеки и попечительства, по которым ИСУ было отказано в назначении ее опекуном в отношении ребенка, который ранее находился под ее опекой. Суд отменяет оспариваемое решение, потому что считает, что данное решение противоречит интересам ребенка. Опека устанавливается над детьми в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Суд считает, что истец и ее супруга не полностью справлялись с данными функциями, и оснований сомневаться суду в том, что они и дальше будут справляться, таких оснований у суда нет. Поэтому суд считает, что истец и ее нетрудоспособный супруг способны выполнять обязанности опекуна. Суд считает, что ссылки представителей органов опеки и попечительства об изменении жизненной ситуации, а именно о признании ее супругом нетрудоспособным, не повлияет на отношение, во-первых, истиции ее супруга к ребенку, а также на отношение ребенка к истиции ее супругу, поскольку самим представителям органов опеки и попечительства не отрицает этого обстоятельства, что ребенок был привязан к своим опекунам. Суд также считает необходимым выделить в отдельное производство и передать для проведения служебного расследования деятельность инспектора, который занимался данной семьей, после того, как ребенок был возвращен в семью, к маме, которая вернулась из мест лишения свободы для принятия соответствующих мер либо дисциплинарного, либо уголовного воздействия. Истец и ответчик суд огласил свое решение. Вы назначаетесь опекуном. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Опека уже один раз ошиблась, когда вернула ребенка матери. Хорошо, что в этот раз все сложилось по-другому. У органов опеки нет тысячи глаз, чтобы уследить за всеми неблагополучными семьями, которых слишком много. И мы не ясновидящие, чтобы заранее предсказать, что будет происходить в каждой семье. А теперь вернемся в зал суда. Истец Евгения Шагонская проживает в Подмосковье. Подает иск о взыскании с ее сына алиментов на свое содержание в размере 20 тысяч рублей. Ответчик Роман Шагонский, иск признает частично. Готов оплачивать только коммунальные услуги. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу удовлетворить мое исковое заявление о взимании с ответчиком с моего сына алиментов по нетрудоспособности и инвалидности в размере 20 тысяч рублей. Дело в том, что мне 60 лет, и я на инвалидности. У меня третья группа. Какое-то время тому назад, ну, два года назад, точнее сказать, прекратилась помощь моего бывшего мужа. Он не помогал. Он отчислял мне алименты. Но дело в том, что два года назад он ушел на пенсию. Финансовые возможности у него изменились. И на данный момент я от него получаю алименты в размере 500 рублей. Ну, если это сложить с тем, что я имею по нетрудоспособности, получается 7 тысяч рублей. Сумма, сами вы понимаете, совершенно невозможная для того, чтобы как-то жить и сводить концы с концами, если можно так сказать. Именно поэтому я обратилась к своему сыну за помощью. Потому что нужно на лекарства, нужно на диетическое питание, нужно на содержание дома. Вы знаете, мне приходит счет с управляющей компанией по оплате жилища моего. Так этот счет, фактически, он, получается, что больше моей пенсии. На лекарства у меня ежемесячно уходит. Я посчитала, вот здесь по документам, 8 тысяч. Простите, пожалуйста, а вы как инвалид третьей группы, у вас что, льгот нет по оплате коммунальных услуг? В общем-то, есть, да. Есть льготы. Но вы же сами понимаете, вы же сами понимаете, что, ну, в общем-то, в поликлиниках, в поликлиниках ведь не дают те препараты, которые действительно могут помочь, вот реально и конкретно. Понимаете? То есть я, конечно, я стараюсь купить все самое, ну, лучшее, наиболее действенное. То есть чтобы это реально помогало. Потому что, в общем-то, как бы, ну, хотелось бы еще пожить, так скажем. Дом требует очень больших вложений финансовых, потому что дом частный, площадь большая, 400 квадратных метров. Ну, он нуждается в обиходе, в ремонте. И, в общем-то, все это на моих плечах. Так, я пыталась договориться с сыном, как бы, мирно. То есть, ну, он сын. В него было очень много вложено. Вы знаете, он получил прекрасное образование за рубежом. У него великолепный диплом. То есть, в общем-то, и место сейчас вполне позволяет, его работа и его доход вполне позволяет выплачивать такую сумму. Потому что, ну, если я не ошибаюсь, Роман, по-моему, там около 200 тысяч у тебя доход, да? Не ошибаешься. Да. Вот, сами понимаете, десятая часть. Почему бы ее не отдать просто так матери? Матери, которая его родила, которая его воспитала, которая сделала для него все, чтобы вот он сейчас имел все, что он имеет. То есть, фактически, которая его, ну, вот, сделала таким, какой он есть. Если я вас правильно поняла, то брак между вами и отцом-ответчиком расторгнут. Да, вы знаете, расторгнут. И, в общем-то, ну, как, это очень тяжелый момент в моей биографии. Он ушел. Ушел к молодой девушке. Вот. Вот так вот. Будьте добры, пожалуйста, мне решение, по которому ваш супруг вам выплачивает алименты и справочку о пенсии. Вы по инвалидности или по старости получаете пенсию? По инвалидности. По инвалидности. Через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, отвечу, к вам смысл исковых требований понятен? Да, понятен. Я вас слушаю. Ваша честь, я категорически не согласен с требованиями, которые предъявляет ко мне моя мама. Нет, мне не жалко тех 20 тысяч рублей, которые она требует. Но, как мне кажется, я уже сделал все возможное для того, чтобы она существовала нормально. Что ты возможное сделал? Скажи мне, пожалуйста. Что ты возможное сделал? Как она уже заметила, сделал это не только я. Отец, когда уходил, оставил ей большую часть имущества. Сюда входил и загородный дом, и большой земельный участок, также машина, ну, вся, естественно, обстановка в доме. Роман, а ты хотел бы, чтобы я осталась у разбитого корыта, да? Нет, мам, я никогда. Я потеряла мужа, я должна потерять все, по-твоему? Также он оставил пакет акций до одной довольно известной крупной компании. Но в течение тех четырех лет, когда он ей помогал материально, то есть выплачивал алименты, причем довольно немаленькие, она частично продавала имущество. В данный момент у нее в собственности остался только дом и машина, на которой она ездит. А ты не знаешь, почему я это делала? Почему я все это продавала? Я догадываюсь. Догадываешься? А я не догадываюсь, я знаю. Я знаю, Роман, почему я это делала. Мне нужно было, нужны были деньги на лечение, мне нужно было поднимать дом, мне нужно было, ну, много чего нужно было. Понимаешь? Ваша честь, я посчитал, какая примерно сумма была выручена за проданное имущество, она составила порядка 7 миллионов рублей. Если сложить эту сумму, и ту сумму, которую она получала от отца в качестве алиментов, а также пенсию, которую она получала по инвалидности... Нет, это вы можете не складывать, эта погода не сделает в ваших подсчетах. Но получается, что в течение 4-х лет, за которые она потратила эти деньги, получается, что в месяц она должна была тратить порядка 160 тысяч рублей. Ты все посчитал, да, Роман? Все посчитал. Да, посчитал. Вы что, считаете, что ваша мама как-то неразумно тратит эти деньги? Да, я считаю, что неразумно, потому что на содержание дома, на покупку лекарств и даже на отдых где-то на курорте, этой суммы, она очень сильно завышена. То есть это более чем достаточно. Да я даже не добираю, Роман, я экономлю. Простите, Ответчик, ну хорошо, тогда с вашей точки зрения, на что ваша мама тратит деньги? Мне кажется, что за то время, когда она жила с отцом, она привыкла себе ни в чем не отказывать. Покупать себе дорогие вещи, то есть ездить только в самые крупные магазины, бутики, только покупать что-то себе только там, а отдыхать, естественно, не где-то там, на курортах Краснодарского края. Ответчик, Ответчик, ну вы предлагаете маме поехать на курорт Краснодарского края? Да, именно это он и предлагает. Я не могу понять, ваше предложение, то скажите мне, пожалуйста, сейчас ситуация изменилась. Ну, может быть, ваша мама неразумно тратила деньги. Сейчас у нее денег нет. Что вы предлагаете? Я предлагаю, вернее, скажем так, я предлагал ей уже решение. У меня в собственности была квартира. Эту квартиру я подарил матери с тем условием, что она ее будет сдавать и на вырученные деньги, которые составляют сумму больше, чем она заявила в исковом заявлении, соответственно, будет жить. Я нашел жильцов, своих, скажем так, очень хороших друзей, которые снимали эту квартиру, исправно, ежемесячно платили, никогда не задерживали деньги. Таким образом прошел год, но через год, видимо, маме показалось недостаточно этих денег, и она эту квартиру продала этим же жильцам. Ты был в этой квартире? Ты заходил туда? Да, заходил. Заходил, да? Когда твои друзья там жили? Заходил. Ты видел, в какое состояние привели они квартиру? Видел. Видел. Ты понимаешь, что в принципе, Это была замечательная квартира даже после них. В принципе, в принципе, эту квартиру невозможно было продать. Потому что, мам, тебе ее надо было срочно продать. Срочно. Потому что тебе нужны были деньги. Мне нужны были деньги. Я поинтересовался суммой, которая была выручена за эту квартиру, она составила 3,5 миллиона рублей. Через год, как мы видим, у мамы опять закончились эти деньги, и она уже подала исковое заявление в суд. Потому что, придя ко мне, начав опять, в очередной раз уже в какой просить у меня денег, я, конечно, зарабатываю достаточное количество, но все-таки я не миллионер. Я могу предложить только следующее. Я могу взять на себя содержание ее дома. То есть я могу выплачивать по тем счетам, которые ей присылают, за обслуживание, за содержание дома, оплачивать там какую-то прислугу, которая там есть. Но больше на больше я ничего не готовлю. Истец, а у вас есть еще кто-то в доме с вами проживает? Нет, вы знаете, я проживаю одна. Но ведь все, что у меня есть, в конечном счете, все его, понимаете? Истец, скажите, пожалуйста, зачем вы продавали квартиру? Мне были нужны деньги на ремонт дома. Потому что ремонта не было в течение четырех лет. Почва там, где мы живем, достаточно зыбки. Истец, ну скажи, спросите, пожалуйста, вам не проще было в этой ситуации, с учетом того, что сын вам подарил... Вы подарили квартиру, да? С учетом того, что сын подарил вам квартиру, ну будем так, для извлечения некого дохода, для использования этих денежных средств на личные нужды. В этой ситуации, если дом требовал определенных положений, вам не проще было к сыну обратиться? Ну или как-то решить этот вопрос полюбовно, условно? Вы знаете, дело в том, что в принципе мы уже давно не говорим позитивно. Понимаете, то есть мы не приходим к единому мнению. Я ему говорю одно, он делает совершенно другое. Он не понимает, что в конечном счете ведь все его. Ремонт нужен, понимаете, если дом не ремонтировать, он просто рухнет. Так, ответчик, кто живет из обслуживающего персонала в доме? Кто-то проживает? Но я... Вы этого не знаете? Нет, я не знаю, я знаю, что там приемный персонал, по-моему, приезжающий. Но я не могу утверждать точно. Так, будьте добры, пожалуйста, мне договор купли-продажи квартиры есть у вас? Да, есть. Через судебного пристава, передайте, пожалуйста. То есть в этой ситуации вы... У вас даже возражение вызывает не сам размер запрашиваемых алиментов, а именно сама постановка вопроса. Да, у меня вызывает сама постановка вопроса, потому что, ну, по опыту я уже знаю, что эти 20 тысяч превратятся через два месяца в 40, в 60, и это будет просто бесконечный процесс. Так. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Там, знаете, там тоже учат детей, и несложно. Там учат. Поверь мне. Здесь брала по всяким тусовкам, по всяким гламурным вечеринкам, по голубым, смею заметить. Понимаете, что может... Чему может ребенок учиться в 9 лет? Голубые такие же люди, как и все прочие. Пока мать работала за границей в командировке, отец вывез дочь в деревню и определил на учебу в сельскую школу, как вернуть ребенка домой и дать ей полноценное образование и воспитание. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет частично и взыскивает совершеннолетнего трудоспособного сына в пользу матери алименты на ее содержание в твердой денежной сумме, устанавливая их в двухкратном размере минимальной оплаты труда ежемесячно. Суд удовлетворяет исковые требования матери, потому что в соответствии с правилами части 1 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. В данном случае мать нетрудоспособна как по возрасту, так и по состоянию здоровья. Она достигла пенсионного возраста, а по федеральному закону о трудовых пенсиях нетрудоспособными, независимо от состояния здоровья, признаются женщины с 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет. Кроме того, истец имеет группу инвалидности. Суд пришел к выводу, что истец является нуждающейся, поскольку низкий размер пенсии не обеспечивает необходимых жизненных потребностей. Размеры алиментов суд устанавливает в твердой денежной сумме в двухкратном размере минимальной оплаты труда ежемесячно, для того, чтобы обеспечить истец удовлетворение необходимых жизненных потребностей. Минимальный размер заработной платы составляет 4 330 рублей в месяц. При определении размера алиментов суд учил то обстоятельство, что ранее сыном в собственность матери была передана его личная квартира, доходы от сдачи в найм которой целевым назначением предназначались на содержание матери. И то, что мать нерационально распорядилась этой квартирой, продав ее, средства уже были израсходованы на свои повседневные нужды, не соответствует ее постоянным доходам и нуждам. С учетом этих обстоятельств суд считает возможным установить алименты в твердой денежной сумме в двухкратном размере минимальной оплаты труда. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Просто не представляю, как можно жить на 7,5 тысяч. Ну, сын заплатит квартплату, а остальное... Квартплату маме я готов оплачивать, а в остальном пусть учатся жить посредством. А теперь вернемся в зал суда. Истец Тамара Антонова подает иск об определении места жительства ребенка с ней. Ответчик Павел Антонов, фермер. С иском не согласен и считает, что дочь должна жить с ним. У меня есть дочь Вероника Антонова. Ей сейчас 9 лет. Вот свидетельство о рождении. Два года назад, когда я была 7 лет, мы с ее отцом развелись. И дочь стала жить со мной. Но в тот момент не возникало вопросов о том, с кем она будет жить. Естественно, поскольку я могла ей дать хорошее образование. Мы жили в Москве. Она занималась у меня в спецшколе математической. Занималась на курсах английского языка в хореографической студии. Но, к сожалению, год назад я вынуждена была уехать из России в заграничную командировку. Я работала во Франции. Я работаю модельером в крупной компании. И я хотела взять с собой дочь, чтобы она была вместе со мной. Но, к сожалению, мой муж бывший не дал мне разрешения на вывоз ребенка за рубеж. И я была вынуждена ее оставить с ним. Ну, конечно, не дал. Чтобы ты на какой-то своей вечеринке ее там оставила, да? Подожди секундочку. Значит, не надо плоды твоей больной фантазии выносить на общее обсуждение. Значит, по возвращении я застала следующую картину. Он мне обещал, что во время моего отсутствия он будет водить дочь в школу специализированную. Будет водить ее на курсы английского языка, будет водить ее в хореографическую студию. Я застаю следующее. Оказывается, за время моего отсутствия он бросил свой бизнес. Купил какую-то скотобазу в Подмосковье. Не скотобаза, а большая сельскохозяйственная ферма. Одним словом, хорошо договорились. Свинятник. Хорошо, свиняки, скажем так. И вот он забрал дочь туда, отдал ее в сельскую школу, в которой ей непонятно, какое образование вообще способны дать. И нещадно ее эксплуатирует. Она таскает какие-то бидоны, она убирает навоз вместе с прочими женщинами, взрослыми женщинами, которые работают на этом его, так сказать, сельскохозяйственном предприятии. И, собственно говоря, пока она жила со мной, мы посещали светские мероприятия, гламурные тусовки. Она всегда была прилично одета. Совершенно, понимаете, адекватный ребенок, который умел разговаривать и так далее. Я приезжаю, она ходит в каких-то облезлых джинсах, в кирсовых сапогах, простите. И двух слов связать не может, она забыла практически английский. И поэтому я требую, чтобы девочку мою мне отдали, и чтобы она жила все время со мной. Истец, скажите, пожалуйста, а сейчас вы окончательно вернулись, или все-таки бизнес заставит вас уехать во Францию? Ну, у меня будут заграничные командировки, безусловно, поскольку это связано с моим равном. А в этот момент, когда будут заграничные командировки, с кем будет ребенок? А дочь вечеринка кусала? Я ее буду с собой забирать. Ну, ответчик еще раз не даст вам согласия. Это сейчас, конечно, преодолимо. Дело в том, что вы можете будете обратиться в органы опеки и попечительства. И даже если органы опеки и попечительства откажут, вы можете обратиться в суд. И как бы в суде обосновать свою позицию, и ответчика заставит. То есть не то, что заставит, просто уже спрашивать никто не будет, поскольку вы можете будете вывозить ребенка на основании решения суда. Это да. Просто, ответчик, я вам к слову, чтобы вы понимали, что упрямство оно может быть, но все-таки до какого-то определенного момента. Так, будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о расторжении брата через судебную приставу. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу определить место жительства моей несовершенной дочери со мной. Дело в том, что мать моей дочери, она совершенно безалаберный и неответственный человек. И в силу, может быть, своей работы, своей деятельности, она не может дать должного образования, воспитания своего ребенка. Это твои фантазии. Свои фантазии тоже высказала. Может, теперь я выскажу? Так вот, значит, да, я ей не дала ей согласие, потому что год назад она уехала за границу. Она хотела взять ребенка с собой. То есть девочка бы год назад, целый год болталась бы за границей, ходила по тусовкам. Представьте, ребенку 9 лет. Я считаю, что ребенку в 9 лет... Она бы там училась. Там, знаешь, там тоже учат детей, и неплохо. Там не учат. Ты здесь брала по всяким тусовкам, по всяким гламурным вечеринкам, по голубым, смею заметить. Понимаете, чему может ребенок научиться в 9 лет? Слушай, голубые такие же люди, как и все прочие. Может, я тебе расскажу? Ты же высказал что-то. Да, сказывай. Может, помолчишь теперь как-то? А чему они могут научиться? А? На вечеринках? Да, ну если это девочка, чему она может там научиться? На вечеринках чему научиться в 9 лет? Нет, вы говорите по голубым вечеринкам. Я спи, я тебе мальчик, я бы, может быть, и поняла вашу сентенцию. Ну, я думаю, девочке тоже в 9 лет не обязательно знать, чему... Слушай, у тебя кролики чаще спариваются на твоей ферме. Истец, истец. Давайте по делу, ответчик, давайте по делу. Так вот, девушка, девочка, моя дочь, сейчас учится в сельской школе, она живет со мной. Там хорошие учителя, смею, заменитет Российской Федерации. Там нормально, получает образование. У него много подруг, она помогает на ферме, она, смею, никакие не бидоны не таскает, ничего не таскает. Вот здесь находятся представители органов опечительства. Ей нравится заниматься с животными, помогать. Она играет с ними. И, насколько я знаю, не только я, а любой вам психолог скажет, нормальный, образованный, адекватный человек, что ребенку в этом возрасте намного важнее играть с ее подругами и заниматься с животными, играть, чем ходить по тусовкам в 9 лет, понимаете? Ей важнее английский изучать. Английский, если захочешь, она будет изучать. Математику и ходить в хореографическую студию. Хореографическую, она не хочет, она опять не будет. Ты хочешь сделать... А насильно никуда ее таскать не буду. Ей нравится играться с животными, пусть играет. Она учится нормально образовать на программе, в нормальной российской школе. Бросить бизнес, купить ферму, бог знает где, а потом ты уйдешь в партизаны, и что? Он не дает два слова. Она с тобой должна пойти. Теперь в партизаны, а где она учиться будет? Почему в партизаны ты надо уходить? Вы знаете, у меня тоже иногда возникает адекватный человек, нет. Он бросил бизнес процветающий, да, вот внезаправо. Да, я бросил бизнес, я скажу, я бросил бизнес и купил ферму. Понимаете, это не скотобаза, а большая сельскохозяйственная ферма, которая приносит стабильный доход, большой, кстати. И там выращивают, да, выращивают. Ну, если ваша ферма приносит так замечательный доход, может, мы когда-нибудь цены на молоко понизим все-таки, а? Вы знаете, это зависит не только от меня. Я только произвожу, а есть посредники, понимаете, есть торговые сети. Это вопрос никогда не с вами. Пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Ваша честь, органы опеки и попечительства... Кстати, извините, можно еще добавить? Вот, кстати, документы на дом, у меня большой дом. Нет, нет, я все поняла, пожалуйста, да. Мы, изучив все обстоятельства данного дела, пришли к выводу, что девочке лучше жить, оставаться с отцом. Наш психолог беседовал с ребенком и отметил очень положительный настрой ребенка на новую атмосферу, на то место, где она живет, на все это окружение. То есть девочка в восторге. Она любит маму. Мы ничего против, не имеем, конечно, мамы и понимаем ее стремление оставить девочку у себя. Но считаем, что в сложившейся ситуации, по всем обстоятельствам дела, главное, по желанию ребенка, самое лучшее оставаться с отцом, на природе, в новом окружении и вот с тем новым миром, в котором девочка очутилась. Наше заключение поддержать встречный иск отца. Значит, если у ребенка, если я вас правильно понимаю, да, то, что девочка посещала математическую школу, специализированную, куда детей без способности просто не возьмут. Что у ребенка есть склонность к математике. И абсолютно у меня всегда очень хорошее отношение как раз с сельским школам, потому что там на самом деле сейчас образование-то лучше дают, чем в городских школах. Да и там больше внимания, там не так много детей. Не, 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 не в том, что внимания, не в этом дело. Но если у ребенка есть склонность к математике, она посещала специализированную школу. Сейчас у нее такой возможности нет. Да, это, конечно, определенный минус. Но, чтобы сказать, вырастет гений, если она гениальна в этом вопросе, она вырастет. Она вырастет. Потом проявится и пусть занимается. Потом, вот это вот место, деревня, не так далеко от города. А как она будет наверстывать, если она сейчас подрастет? Она ничего не вырастет, она вырастет по всей программе, которыми обучаются все российские дети. Да, все российские дети в нашей Российской Федерации, которые 140 миллионов. Дело в том, что у вас есть возможность приглашать даже, скажем, репетитора работать по программе именно вот этой по математике. И девочки, вы получаете дополнительные уроки. В зависимости от оплаты поедут. Да, то есть возможности есть. Просто девочка вот сейчас, и главное, что ей нравится. Она чувствует себя очень комфортно. Образование будет, она не отказывается ни от чего. Просто вот в данный момент мы считаем, что отец, который постоянно находится с девочкой, который оказывает ей внимание и заботу, он сможет обеспечить все, что ребенок захочет. Поэтому вот мы просим удовлетворить встречный иск. Она уедет через год за границу, и девочка что-то делает. Ответчик, ответчик, ответчик. Скажите, вы считаете, что необходимо девочку опросить? Да, да, пожалуйста. Ваше заключение передайте, пожалуйста, через судебного пристава. И давайте пригласим несовершенненно. Я верю, что у вас есть дом. Мало этого, это в заключении органов опеки отражено, поверьте. Это нормально, убирать надо. Естественно, ну как-то убирают, правда? Ну вот, там все нормально, все хорошо. Убирать. Ферма западного типа. Это были бы у нас половина населения такие фермы, мы бы уже жили в коммунизме, о котором забыли. Да мама просто живет в каком-то мире, знаете, она немножко неадекватна. И чем она будет потом тебе на жизнь зарабатывать? Как чем? Как доярка. Почему? Чему ты ее научишь? У меня большое состояние стабильное. Я научу, я ее в хорошую университет дадам. Чему она захочет, тем она научит. В любой профессии, по какой захочет, она научит. Уважаемые родители, давайте ребенка послушаем. Не припирайтесь, пожалуйста. Так, это что у нас там так трогательно? За пазухой скажи мне, пожалуйста, что там у тебя так трогательно? Это мой любимый зайчик. Зайчик? Кролик. Это папа на суд разрешил прийти ребенку. Ну, самое главное, что я разрешу, а папа-то здесь при чем? Ну, давай зайчика показывай. Ну, покажи любимого зайчика-то, вон он выглядывает. Так это не зайчик, это кролик, или зайчик? Кролик. Какой-какой. Здравствуйте. Меня зовут Вероника Антонова. Сначала я жила у мамы, а сейчас я живу у папы в деревне. У меня там так много друзей. Я папе нужна. Ну, дорогая, ну, послушай, ну, ведь у тебя же куча друзей в Москве. Ты же ходишь в хореографическую студию, ты ходишь на английский. У тебя же столько детей. Простите, пожалуйста, Вероника, ну, вот, там животные, вот, любимый кролик там живет у вас. Я так чувствую, что уже постоянно просто там прописался этот чудный кролик. И хорошо, и интересно, и много друзей. Ну, а что, вы совсем по маме не скучаете? Скучаю, но я буду к маме приезжать. А как вы будете к ней приезжать? Скажите, пожалуйста. Ну, я буду с папой приезжать к ней на один денек. На один денек. А вот, а в школе как занятие, скажите, пожалуйста, вам в школе нравится, где вы сейчас учитесь? Ну, в деревне же тоже есть школа. Ну-ка, я поэтому и спрашиваю, вам там нравится, где вы сейчас учитесь? Ну, папа, интереснее. Интереснее. Так, понятно, спасибо. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив органа опеки и попечительства и приобщив их заключение к материалам дела, а также опросив несовершеннолетнего свидетеля со стороны ответчика, заявленные исковые требования в заявленных исковых требованиях считает необходимым отказать. И суд выносит решение об определении места жительства несовершеннолетней дочери по месту жительства отца. Суд определил место жительства девятилетней дочери по месту жительства отца, потому что по месту жительства отца имеются более благоприятные условия для воспитания и образования дочери, чем по месту жительства матери. Суд учел, что девочка уже более года проживает совместно с отцом, привязана к нему и высказала желание остаться проживать совместно с отцом. Девочка успешно обучается в школе, оказывает посильную помощь в работе на ферме, что способствует разностороннему развитию ребенка. Суд также учел, что работа матери связана с частыми командировками, что лишает ее возможности надлежащей заниматься воспитанием ребенка. При таких обстоятельствах суд считает возможным определить место жительства ребенка по месту жительства отца. Суд хотел бы разъяснить ответчику, что определение места жительства ребенка совместно с вами не лишает истицу права на участие в воспитании ребенка. И если такие препятствия с вашей стороны будут чиниться, то истец будет иметь право в судебном порядке устанавливать график общения с ребенком. Понятно? Пока, Вероника, вы остаетесь жить с папой, а дальше как уж ваши интересы будут развиваться? Понятно. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я откажусь от заграничных командировок и сделаю все для того, чтобы моя дочь жила вместе со мной. Я никаким образом не буду запрещать моей дочери встречаться с ее матерью, но только никаких гламурных тусовок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова